Привет! Это программа «День вместе» с вами я, Фанту Дёп, а это значит, что ближайшие 30 минут мы проведем вместе. Сегодня в программе готовим легкий и полезный пудинг из семян чья. Блюдо отлично подойдет на завтрак, обед и даже ужин. Ведущая Фанту Дио подправляется на знакомство с новым видом активности. Все про джампинг расскажет тренер София Колесникова. Итак, мы снова в нашей излюбленной кулинарной студии с прекрасной Людмилой, которая наверняка приготовила для нас что-то очень интересное, полезное и обязательно вкусное. Люда, привет! Привет! Люда, рассказывай, что мы сегодня с тобой будем готовить? Так, сегодня мы будем готовить пудинг с семенами чья. Он очень простой, полезный. Интересно будет наверняка оформлен. Интересно оформлен, да. То есть красивый завтрак у нас и полезный будет. Ага, то есть это завтрак? Это завтрак, да. Отлично. Что нам понадобится для приготовления этого завтрака? Для приготовления пудинга с семенами чья нам понадобятся сами семена, растительное молоко, в нашем случае миндальное и хурма. Чья пудинг – идеальный вариант завтрака для тех, кто уделяет внимание правильному питанию. Собственно, основу составляют сами семена чья. Если есть желание внести разнообразие, то можно добавить сухофрукты, фрукты, орехи, какао-порошок или любой другой вариант полезных добавок. Нам понадобится просто две емкости и ложка, которую ты мне сейчас дашь. Отлично. Ложка. Большая, маленькая? Большая. Большая ложка. Вот такая вот большая ложка. Так, и что, 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 и все. Так, это у нас семена. Пудинг будет только из чья или что-то еще, какие-то составляющие будут? У нас будет еще молоко растительного происхождения или миндальное, или кокосовое. В дальнем случае будет миндальное, когда я делаю с манго такой же пудинг. То есть у нас сегодня будет, кстати, с хурмой. Я забыла уточнить. А когда я делаю с манго, вроде бы как бы тропические фрукты, кокос, манго рядом, все там рядом. В общем, я делаю на кокосовом молоке. А тут, мне кажется, этот ореховый вкус с хурмой как-то будет интересный. То есть, в принципе, это на вкус и цвет, как говорится. А так дальше кто как хочет. То есть не принципиально с кокосовым, на вкус мне прям нравится. С миндальным попробуем сегодня. Так, что мы будем делать с молоком, с семенами? Какие наши первые действия? Действия наши такие. Мы вот уже чуть-чуть налили молока, да, я его сейчас еще долью. Вот так, потому что я тут попыталась вывести пропорцию, да. Мы сейчас посмотрим, как сказать. Ну, звучит как будто у тебя не получилось. Ты говоришь, я попыталась вывести пропорцию. А, не-не-не, я вывела пропорцию, правильно, молодец. Я вывела пропорцию. А почему я так сказала? Потому что я долго не могла. То оно какое-то у меня густое получалось, то какая-то консистенция, то мне нравится. Но опять-таки, это же, как ты говоришь, на вкус и цвет, да. То есть, мне лично не нравилось. Мне казалось, вроде как поплотнее надо, вроде как по... Но на твой вкус идеальный пудинг должен быть плотным? Ну, вот именно, что средний такой. Ложка должна в нем стоять? Чтобы он так дрожал. А то, когда переложишь семян, он получается вот именно, что стоит. Нет, мне кажется, чтобы он вот так вот чуть-чуть это, ну, понимаешь? То есть, когда много семян, тоже, наверное, не очень хорошо. В семенах Че содержится очень много кислот омега-3 и омега-6. Жирные кислоты омега-3 очень полезны для сердца и также понижают уровень холестерина. Семена позволяют ускорить метаболизм, положительно влияют на работу ЖКТ, соответственно, помогают сбросить лишний вес. Так вот, в итоге... Вот эта ложка, правда, не совсем так... Ну, как стол... В итоге на 200, якобы, грамм нужно 3 столовые ложки. Да, я все-таки 250 молока делаю. Вот, поэтому берем 3 ложки, кладем. Ну, прям полные. Но вот эти вот они... Как ты думаешь, они прям столовые или они какие-то уменьшенные? Я думаю, это уменьшенный вариант столовой ложки. Сейчас мы посмотрим. Сейчас я пошумлю чуть-чуть. Смотри, мы могли бы это сделать... Сразу в емкость. Мы будем заливать формочки, да. То есть мы могли бы сразу в ней. Но, во-первых, это мы же сказали, что будет красиво, да? Да. Вот это вот мы сейчас начнем мешать, там, да, потом там вот у нас будут какие-то осушки. Мы, может быть, не рассчитаем. Да, да, да. Семена должны набухнуть, да? Это раз, да. Во-вторых, они вначале... Вот тоже, кстати, такой вот к нашим телезрителям, к тебе, да, прям вот акцент. Значит, они вначале плавают сверху. Да. И получается, ты когда заливаешь в емкость, которую ты собираешься оставить, по-любому сверху вот это образуется корочка, и нет вот этой нужной структуры, да, как бы. Вот, поэтому я... Это я к этому пришла сама, как бы, что я беру, наливаю вот в стакан. Взяли, во-первых, мы не сказали, что мы все это делаем с вечера. А почему с вечера? А потому что нам надо время, чтобы они набухали, прям 4-6 часов. То есть семена долго набухают. Да, да, да. Поэтому мы думаем о том, чем мы будем завтракать с утра, да. Мы берем просто емкость, быстренько налили, семена чия закинули, перемешали, чуть-чуть оно постояло, стаканчик залили, поставили. Все. А должны ночью стоять в холодильнике? Да. А набухать должны в холодильнике или в комнатной температуре? Да, в холодильнике. Отлично. Так, у меня есть информация для наших телезрителей, и для тебя наверняка тоже, почему нельзя много семян чия тоже использовать. Как и любой продукт, несмотря на свою невероятную пользу, семена чия имеют противопоказания. Во-первых, они очень разжижают кровь, и если люди пьют какие-то медикаменты, аспирина содержащие что-то, то это может повлиять не очень хорошо на их самочувствие. И еще семена чия понижают давление. Так что, когда у вас нестабильное давление, будьте внимательнее с этим продуктом. Ой, как хорошо, что ты мне это сказала, потому что у меня наоборот скачет давление. Я буду теперь их есть. Но кровь у меня тоже жидкая какая-то. Вот так вот. И что мне это дело? Главное, чтобы она не вышла за рамки нормы. Угу. Так, сколько мы ждем, пока они сейчас подбухнут? Аня, вот смотри, они уже, видела, они плавали, а теперь они, то есть они прям сверху, как бы сухой массой. Так, ну буквально прям несколько минут, мы пока можем поговорить о том, что начать по поводу нашего украшения. Скажи, хурма, это у нас просто украшение или полноценный ингредиент для полноценного десерта? Без него никуда? Нет, конечно, вообще можно просто без всяких хурмы и манго, как я говорила, любые ягоды, чернику, клубнику, все что угодно, да? Да, то есть, но это просто для вкуса, как бы, да, для, ну и для пользы тоже, да, как бы, то есть почему бы и нет? То есть не один лепесточек украсть, а это будет полноценный слой? Да, прям слой. Расскажи, мы какую-то определенную хурму берем для этого завтрака? Нет, я просто беру определенную хурму вообще для всего, да, то есть я не знаю даже, как она называется. Самое главное, она вяжет или нет? Самое главное, что она не вяжет. Слава богу. Да, то есть это самое, потому что я покупаю хурму только ту, которая не вяжет. Я достану этого продавца, чтобы он мне доказал, что она не будет вязать. Я думаю, нам нужен лайфхак, мы должны научиться выбирать хурму, которая не вяжет, но это как-нибудь в следующий раз. А сегодня рассказывай, что мы с ней делаем. И еще самое интересное, кроме того, что она не вяжет, она очень сладкая. Капельку ванильной... Концентратор. Ну, капельку прям совсем капнем, попробуем. Ничего себе. Прям вообще капельку вот так. Так, дай-ка я помешаю и заодно попробую, какая здесь консистенция. Ага. Как манная каша, которая... Жидкая, жидкая. Да-да-да, совсем жидкая манная каша. Мы с тобой не обсудили момент по поводу сахара. То есть если бы это было бы не обязательно растительным молоком, вот из пачки, которые уже с какими-то подсластителями. Кстати, там написано, что оно без сахара, поэтому тоже, если там про ЗОЖ мы будем это к ЗОЖу привязывать, то есть оно уже сладенькое. Не сладкое, а сладенькое. Но если мы хотим послаще, мы берем обычное молоко, то есть коровье. То есть мы можем добавить меда там... Ага, то есть любой элемент, который подсластит. Мне нравится именно, вот мне лично нравится, поэтому мы это сегодня делаем. Я это предлагаю, чтобы все это сделали, потому что это, мне кажется, более такой легкий, интересный вариант. Людмила, мне кажется, в этом новом 2023 году ты очень хочешь делиться информацией с людьми. Но почему ты ничего не хочешь резать? Так что давай, я буду мешать, а ты, пожалуйста, рассказывай и готовь хурму. Нет, я не пойму вообще. Ты видела, что доска была с твоей стороны вообще? Я не пойму. Это было осознанно. Давай, давай, давай. Значит, смотри, как мы порежем. Просто кубиками. Я никакими недольками в данном случае неуместно. Мне кажется, просто красиво. Смотри, какая она хорошая хурма. Она и мягкая, и плотная, она просто идеальная. Ну, потому что я ее покупаю все время в одном и том же месте конкретно. Они уже знают. Я такая, прихожу, мне вот хурму, которую вот как вот вы знаете. То есть ты измельчаешь на вот такие кубики, да? Никакого пюре мы делать из хурмы не будем, правильно? Не хочу, да, делают. На самом деле, дорогие телезрители, вы можете сделать, пробить, налить сверху, но мне это не нравится. Мне прям нравятся, когда кусочки. Я считаю, что так интереснее и проще. Зачем усложнять жизнь? Согласна. Кстати, семена набухают вообще на глазах. На глазах, да. Вот то была совсем жидкая такая консистенция. Да, да, да. Сейчас решешь, решешь? Так, нет, все, я хочу уже залить. А, уже пора наливать, да? Да. Ложкой мы наливаем или перерыв? Нет, мы нальем просто, чтобы у нас аккуратненький был слой. Да, то есть смотри, мы какие-то налили... Где-то поменьше, где-то побольше. Да, это зависит от того, сколько мы хотим сделать. Можно еще в виде трайфла делать. Трайфл это когда слоями, но мне не нравится. Но мне кажется, это уже надоело. Трайфл. То есть вот видишь, какая она масса такая. Ну, где-то так мы сделаем, как и эти, да, в среднем. Так, у нас даже немножко осталось. Вот так вот. Так, ладно, это мы отставляем. Что же у нас дальше? Мы отправляем это все в холодильник, да? Да, вот теперь мне ложечку. Вот тебе ложечка. Значит, мы это все отправляем в холодильник. Оно застынет, и мы покажем нашим телезрителям чуть позже, какую приобретет оно форму. Итак, часть нашего пудинга находится в холодильнике. Часть вот уже заготовленных заранее порций у нас здесь. Людмила, давай покажем, что же мы делаем дальше. Я так полагаю, время за хурмой. Да, время за хурмой и за ложкой, которую ты мне сейчас дашь. Маленькая или большая? Большую ложку. Большая. Ты посмотри, ты сегодня делаешь все только большими ложками. Да, маленькие стаканчики. Большой ложкой. Да, кстати, про стаканчики. Соответственно, я предлагаю тоже взять любимый какой-то стаканчик, с которым вам с утра понравится. То есть это может быть не обязательно вот такой. Это может быть бокал, да? Кто такой любит. Да, но его много не съешь, я хочу сказать. Я сначала для передачи приготовила такие красивые бокалы, а потом думаю, нет, я вот сделаю, как я делаю конкретно вот в этих. У меня еще есть для них крышечки, я их накрываю, ставлю в холодильник. Замечательно. Максимум, не максимум, а они стоять могут, кстати, не один день, поэтому вот я их сделаю, поставила, и можно на несколько дней так себе завтрак. Ага, то есть можно приготовить завтрак неделька. Ну, не знаю, там неделька. Ну, не неделька, да, но... Кстати, надо посмотреть этот, да. Давай. Я хочу сказать, что действительно структура у этого пудинга не слишком плотная, потому что под тяжестью хурма начинает опускаться вниз. Ну, это прям мне нравится, да. И это уже видно прямо сейчас, даже не обязательно она должна настояться. То есть мы будем есть, его как бы утапливать, да, скажем так. Наш завтрак практически готов. Может быть, странно, очень странно, что ты не предлагаешь его украсить, потому что ты обычно все украшаешь, капаешь, листики кладешь там, вот так вот что-то бросаешь. Все? Это можно уже отведать, или ты еще что-то будешь колдовать? Да, вот эта вот мята стоит здесь вот просто так, да? Вот так вот. Вот такими неоднозначными намеками я предложила Людмиле, собственно. Собственно. Так я предлагаю выбрать самую красивую мятку. Да, мне самую красивую. Все прекрасно. Больше не надо. Лаконично все, как я люблю. Я уже готова взять свою маленькую ложку, потому что большой не осталось, ты их все использовала. Вот. Нет, ну и логично, это что ты будешь есть маленькой ложкой. Если честно, я впервые пробую пудинг из семян чья. А-а. Ну, удивим. Хочется начать с того, что он сладкий. Ну, хурма очень сладкая. Даже без хурмы, видимо, действительно растительное молоко, оно вот эта вот сласть в нем чувствуется и передается нам. Ну, такая, достаточно. Там точно добавлять нет. Очень нежно. Такие скользенькие они семена. А ты любишь вообще, чтобы что-то скользкое было? Да, мне нравится. Но это не напоминает мне пудинг, вот как я привыкла видеть вот такое, желешку такую, да? Это не желешка, если вы любите. Но весь прикол, что семена обладают этими желирующими свойствами. Да, 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 да. То есть желешку вы не едите, если вдруг не любите. Получается полезно и вкусно. Хурма однозначно придает сласть и... Да, и такой вот приятный привкус. Классно. Мне кажется, очень хороший вариант для завтрака, быстрый, и действительно, хватит надолго. И если у вас есть дети, они вообще порадуются такому сочетанию цветов, каких-то пятнышек, да, точечек, и такому сладкому и приятному вкусу. Так что берите себе на заметку, записывайте рецепт, ищите семеночей, покупайте, пробуйте, готовьте и оставайтесь с нами на телеканале ТВ Губерния, потому что вы видите сами, здесь одна польза и позитивные эмоции. А прямо сейчас отправляемся в фитнес-студию, будем знакомиться с новым видом активности. Итак, мы сегодня в студии, в джампинг-студии, и будем разговаривать о таком направлении, как фитнес на батутах. Прекрасная София расскажет нам, что же это такое, кому можно, нельзя, и вообще, стоит ли попробовать. Джампинг – это веселые, энергичные тренировки, которые не оставляют равнодушными никого. Взрыв эндорфинов, хорошее настроение и бодрость обеспечены, плюс высокоэффективная система тренировок поможет сжечь за одно занятие до 900 килокалорий. Знакомимся с миром прыжков сертифицированным тренером Софией Колесниковой. София, привет! Привет, Фанта! Рассказываешь, что это за батуты такие, вообще, откуда это направление взялось и на что направлено? Это прекрасное оборудование для фитнеса называется мини-батут. И придумано это направление было в Чехии в 2001 году. Собственно, придумано было энтузиастами, спортсменами для того, чтобы быстро помочь похудеть своей подруге. А, то есть это не от детей, не от профессионального спорта, чтобы там напрыгивать через шест, я не знаю, через перекладину, а чтобы похудеть именно? Большинство, конечно, ходят на джампинг для того, чтобы похудеть. Но, помимо этого, у джампинг-фитнеса есть еще миллион преимуществ. Это и укрепление мышц, и укрепление сердечно-сосудистой системы. То есть все абсолютно мышцы задействуются и приходят в тонус во время этой тренировки. То есть это не просто кардио? Нет, это не просто кардио. Это очень мощная смесь и силовых, и кардио. Это интервальная тренировка, которая очень хорошо тренирует дыхательную систему, сердечную систему. И плюс ко всему вырабатывается огромное количество эндорфинов. Даже многие психотерапевты даже рекомендуют эту тренировку для борьбы с депрессией. Поэтому джампинг, он больше, чем просто фитнес для похудения. В первую очередь, это фитнес для здоровья. Я всегда говорю о том, что в первую очередь мы приходим сюда за здоровьем и хорошим настроением, и уже красивая фигура, подтянутая талия и рельефные мышцы. Это приятный бонус. Такое дополнение, да? Да. Кстати, вот раз уж мы заговорили про здоровье, все-таки очень долгое время ходили такие разговоры разные. Кто-то говорил, что джампинг, постоянные вот эти вот скачки, удары, это не очень полезно как для всех внутренних органов, так, собственно, и для опорно-двигательной системы, да, колени, может быть, суставное что-то. Что вот по этому поводу? Да, действительно, очень много противоречивой информации было в интернете, но я так думаю, что она в первую очередь идет от тех, кто где-то что-то слышал, но не пробовал. На самом деле огромную часть нагрузки на себя забирает полотно батута. Его можно сравнить в некоторой степени с акваэробикой, то есть там вода забирает на себя всю ударную компрессию, здесь всю компрессию забирает полотно, это до 80% нагрузки. То есть когда вот это вот приземление идет, нет такого удара как? Нет, потому что полотно бережет наши суставы и убирает всю ударную нагрузку, то есть людям, у которых есть протрузии, грыжи, если это не воспалительный процесс, даже этим людям можно заниматься на батуте при условии соблюдения всей техники. И, наверное, с меньшей интенсивностью, да? Ну да, чуть меньше интенсивность, соблюдение техники и никакой опасности эта тренировка не несет в себе. Очень многие женщины беспокоятся за составляющую, которая относится к гинекологической части. Что здесь? На самом деле, опять же, если брать обычный батут, на котором дети прыгают, там совсем отсутствие полной техники, просто беспорядочные прыжки. Здесь же сам прыжок, он должен быть очень техничен. И тренер всегда перед началом занятия ставит технику, чтобы все было безопасно, чтобы обезопасить себя со всех сторон. И в правильном прыжке задействованы абсолютно все мышцы организма. То есть более 600 мышц в одном прыжке. В первую очередь, это именно мышцы кора. И это мышцы тазового дна также принимают огромное участие в прыжке. Соответственно, при корректной технике мы не наносим вреда, мы, напротив, укрепляем эти мышцы. Поэтому в этом смысле джампинг тоже несет в себе больше пользы, чем вреда. Ну, а есть люди, кому нельзя заниматься этим видом спорта? Да, конечно. Хоть это и один из самых безопасных видов фитнеса, здесь все же есть свои ограничения. Но, во-первых, максимальный вес человека на мини-батуте должен составлять не более 120 килограмм. То есть даже с весом в 120 килограмм можно прийти и начать вот такую вот кардиотренировку, для снижения. Да, это также будут для людей с большим весом, тренировка будет менее интенсивна, но также можно заниматься в общей группе, и тренер всегда больше внимания уделит этому человеку и подскажет, как выполнять прыжки, и на что следует обратить внимание. Затем еще есть ряд ограничений в джампинг-фитнесе. Это, ну, конечно же, беременность, потому что в беременности нельзя. Беременность – это ограничение для всего вообще. Затем это опухоли различные, но, опять же, в состоянии ремиссии джампинг показан с меньшей интенсивностью. Ограничением являются глаукома и серьезные заболевания глаз. Ограничением являются грыжи в воспалительном процессе и всевозможные повреждения опорно-двигательного аппарата. Ну, в принципе, противопоказания практически все одинаковые, как и для других видов спорта, да? Да. Но все мы по своему самочувствию. Конечно. Всегда тренер в начале тренировки проводит инструктаж по технике безопасности, выясняет, если есть какие-то конкретные ограничения у клиента, и дальше уже, исходя из этого, строит групповую тренировку так, чтобы именно этому клиенту что-то где-то подсказать, соориентировать и скорректировать. Скажи, есть ли какая-то степень привыкания к этому виду спорта? Все-таки вот кардио возьмем, к нему привыкает организм. Ты бегаешь первый, не знаю, месяц-два, ты устаешь, начинаешь интенсивно сбрасывать вес, а потом все, ты уже не устаешь, ты уже так не худеешь сильно, а вроде бегать бегаешь, и теряется даже мотивация какая-то. Что здесь? Конечно, есть адаптация. Каждый организм индивидуален, но в среднем это плюс-минус четыре тренировки. Пробная тренировка это когда ты просто пришел, познакомился, плюс-минус понял, что произошло, тебе стало очень весело, дико, интересно и азартно. Дальше четыре тренировки, плюс-минус четыре тренировки для того, чтобы понять и более детально вникнуть. Но, опять же, вряд ли ты возьмешь мощный интенсив. Дальше все зависит от твоего организма. В среднем через месяц регулярных тренировок ты уже чувствуешь себя прям классно, уверенно, ты уже знаешь все движения основные, базовые, и у тебя появляется мотивация еще больше, еще мощнее, еще интенсивнее двигаться на батуте. А есть предел вот этой мощности и интенсивности? Ты знаешь, Фанта, мне кажется, нет, потому что когда я прохожу очередное обучение, я иду туда с мыслью, блин, я же уже все знаю. Туда дальше, да? И каждое следующее обучение показывает мне, что предела, наверное, нет. Как и совершенство, собственно, да? Еще один вопрос, скажем, мальчики, мужчины занимаются джампингом. Стоит ли, имеет ли смысл или нет? Это чисто девчачья история. Абсолютно имеет смысл. Это история без ограничений по полу и по возрасту. У нас ходят и мужчины, и женщины любых возрастных категорий. Знаете, от трех лет до бесконечности, наверное. И, кстати говоря, мужчины так относятся к этому виду фитнеса, что это же какая-то такая детская забава. Ну, собственно, это к любому виду фитнеса мужчины относятся. Когда они становятся на батут, они понимают, что это, в общем-то, брутальная история. Да, да. Особенно, когда наступает кульминация занятия. Так что мужчинам этот вид фитнеса рекомендован. Отлично. Что ж, скажи мне, нужна какая-то специальная форма, чтобы заниматься? Или все, как в обычный спортивный или тренажерный зал? Что касается формы одежды, любая удобная одежда, которая не сковывает движение, подойдет для джампинга. Что касается обуви, лучше всего подходят кроссовки для бега. А с гибкой подошвой, с закрытым задником, чтобы голеностоп был хорошо зафиксирован. Это должны быть обязательно ни кеды, ни балетки, кроссовки для бега, либо для фитнеса. Отлично. Ладно, я думаю, стоит обязательно попробовать вместо вот этих вот долгих разговоров, да? Конечно. Так что отправимся с тобой на батуты и хорошенечко попрыгаем. Ну что ж, теперь мы знаем все о фитнесе на батутах. Осталось только попробовать. К этому мы подготовились и будем прыгать в следующем выпуске. Это была программа «День вместе». Следите за нами в соцсетях, смотрите на сайте tvdfizgubernia.ru Скоро увидимся.